Коллеги, к сожалению, техника не позволяет презентацию сделать, которая со мной есть, тогда было бы все проще рассказать. Я хотел о современных системах образования, куда все это продвигается. Образование дистанционное, оно всячески развивается, но если раньше это было дистанционное образование, связанное с образованием по переписке, по радио, даже по телефону, сейчас это, естественно, все связано только исключительно с образованием через интернет и с компьютером. Есть такой замечательный, во-первых, что относится к дистанционному, то есть иногда бывает, что вносят какой-то небольшой набор курсов, их выкладывают в интернет или, допустим, принимают контрольные работы по электронной почте, задания рассылают. Вот есть замечательный опрос, который проводят в Америке, называется Going Distance, проводится с 2002 года на выборке в 2800 учебных заведений, это колледжи, это, в общем-то, у них называется университет, может быть, некоторые из этих университетов на уровне нашей техники, но, тем не менее, выборка большая, и там же определяют, опрашивают преподавателей, которые на основе этого делают классификацию, то есть, прежде всего, есть обычные лекции, которые проводятся face-to-face, соответственно, студент-преподаватель, никакой дистанционного опроса. Примерно где-то 30% они выделяют это там, где есть, допустим, домашние задания по электронной почте или часть заданий выложена в интернет. И вот те курсы, в которых более 80% заданий и материалов доставляется через интернет, и встречи происходят только для того, чтобы задать те вопросы, которые в курс не освещены по каким-либо причинам, вот такого рода курсы называются дистанционными. И говоря о всех вот этих вот курсах, надо сказать, что, как и во всех передовых вещах, Соединенные Штаты занимают 50% мирового рынка, как в объеме этих курсов, так и в идеологии, в производстве. Россия занимает всего лишь 2%. По статистике Соединенных Штатов, у них, вот первые опросы проходили в 2002 году, и тогда хотя бы один курс брал всего 500 тысяч человек. В настоящий момент, вот к 2013-14 году уже 8 миллионов, этот рост постоянный, но в последние годы обозначился, что очень интересно, обозначилась стагнация и даже некоторое сокращение на 1-2%, и это говорит, сейчас, значит, в онлайн-курсы в Америке пользуются 30-33% учащихся, и, скорее всего, для той модели, которая существует сейчас, это является потолком, то есть при тех вот, как там говорится, массовых онлайн-курсов, 30% и насыщение, ну, то, что говорится, насыщение рынка. Вторая интересная особенность, это то, что онлайн-курсы предоставили из опрошенных 2800 учебных заведений только 5%, это самые известные, самые крупные, имеют какие-то образовательные программы, выложенные онлайн, потому что сама работа, это непростая, то есть это недостаточно просто прочитать лекции и выложить, это надо систематизировать, это надо добавить какие-то задания, ну и, в общем, чтобы это было интересно, то есть только 5%, и это лишний раз показывает, что 5% сделали курсы, 30% курсами пользуются студентов, это значит, что произошла монополизация, ну и там, к сожалению, нету всей этой электронной презентации, замечательный есть доклад такой, онлайн-революция, революция онлайн-обучения, и там рассматривается, что вот обычные МОК-курсы, да, которые имеют линейное обучение, студенты, соответственно, просмотрели, ответили, получили оценку, и, видимо, насыщение пришло вот как раз вот этим системам. Вводится там, указывается на то, что сейчас наибольшая перспектива должна быть у систем, как там они обозначены, ITS, Intellectual Changing Systems, то есть системы с искусственным интеллектом, которые позволяют в процессе обучения понять, насколько хорошо усваивает студент материал. То есть, прежде всего, проводится, значит, там система строится даже мало того, что вот она интеллектуальна, она строится, такой есть стандарт, Scrum, это, в общем, объекты, сам курс, он строится из объектов. Допустим, там теорема Пифагора, это один объект. До того, как перейти к объяснению этой теоремы, значит, дается небольшой тест с тем, чтобы понять, что по предмету понимает ученик, после этого ему дается вот этот курс обучения, и дальше оценка, которая не выставляется, да, там, задача не завалить, задача понять, насколько он это понял. Если в предварительном опросе, допустим, выяснится, что он не готов перейти к теореме Пифагора, потому что он не знает, например, как меряются углы в треугольнике, то его отошлют к более ранним темам. Если по результатам объяснения выяснится, что он ее не понял по каким-то причинам, попробуют альтернативный метод объяснения. И вот эти вот блоки, они увязаны единым стандартом, и, допустим, когда будет насыщение уже всего человеческого знания, ну, или там, достаточно какой-то объема вот такими блоками, то человек, который захочет создать блок, ну, создать учебник, достаточно будет не делать все с нуля, как сейчас, а просто подключать эти блоки. И ближайшая, конечно, перспектива всего этого, это вымывание педагогов, которые не очень качественные, да, то есть есть педагоги, которые способны, допустим, так начитать этот курс, что можно сделать вот этот мок, есть педагоги, ну, просто начетчики какие-то, и номинальные педагоги. Вот в тот момент, когда электронные курсы начнут преподавать лучше, чем плохие педагоги, будет очередного рода революция, да, которая произошла точно так же, когда плохой водитель машины мог перевести больше, чем хороший извозчик на лошади. Все хорошие извозчики вдруг оказались не нужны. То же самое произойдет и в педагогике, ну, и много чего. Дальше, вот, нету, к сожалению, электронной презентации, в Соединенных Штатах всей стандартизацией, связанной с электронным и дистанционным образованием, занимается такая вот контора, группа, они называют ее инициатива ADL, Advanced Distributed Learning, то есть продвинутое дистанционное образование, или развитое дистанционное образование, распределенное образование. И они задают те стандарты, которым они ожидают, то есть это не в приказном порядке, но это в желаемом, которым должны соответствовать модули вот этого обучения. И самое интересное, что началось это все с 97-го года, и если бы можно было подумать, что эта инициатива начата Министерством образования, это не так, она начата Министерством обороны. Они это никак не скрывают, они это подчеркивают, на сайте до сих пор это указано, что Министерство обороны деспонсируется, и все очень понятно, то есть уровень образования страны является главным стратегическим ресурсом, в отличие от того, что у нас думают, что это нефть или дрова. уровень образования, и на это они и набирают. Но это как обоюдоострое оружие? Да, оно обоюдоострое оружие, естественно, но, так сказать, оно оружие для смелых, а дрова и нефть это оружие для смелых. Есть вещи, что у них специально школьное образование понижается, улучшается? Сейчас я этого коснусь, там нету речи о понижении, там речь есть о контроле, и, значит, если в ранних образцах этих стандартов нафиралось на то, что, ну и вот это очень, еще раз я хочу сделать акцент на то, что вот эти вот интеллектуальные системы, подключенные к этим моккурсам, позволяют сделать индивидуальную траекторию, подобранную специально под ученика. И так как в этой базе находятся миллионы человек, и там проходит постоянный анализ, то, что Big Data называется, они это, естественно, могут пластеризовать и очень быстро отнести ученика к определенной категории и понять, какую наилучшую траекторию ему можно подобрать. То, когда я залезал уже в последней редакции на сайте, а они открыты, то есть я им написал, говорю, вышлите, что соответствует для стандартизации, что нужно для сертификации по вашему стандарту, и, несмотря на то, что это Министерство обороны, они, в общем, мне все выслали, и хоть чуть пользуйся. Но что интересно, они, кроме учебного процесса, сейчас хотят ввести отслеживание практически, как они говорят, учебных активностей. То есть все, и даже не только учебных, но и не учебных, а таких отдыха, рекреэшнл. То есть человек, который подключается в их уже задумке, подключается к системе образования, которая, в принципе, его научат быстро и быстрее, чем плохой учитель, скорее всего. Он задает там какую-то цель, да, там, хочу, допустим, выучить теорию относительности. Она начинает проверять, понимает, что он не понимает, что какая-то дырала там дифференциалы, начинает его отсылать к более ранним курсам, но при этом она его всячески стимулирует, чтобы на выходе он понял именно то, что он задал как свою учебную цель. То же самое может быть, допустим, в биологе. Он изучает генетику, но вдруг при вот этой формативном оценивании выясняется, что он не понимает или не верит, что существуют атомы. То есть говорит, атомов нет, там, это все ерунда. Тогда глупо изучать генетику, в предположении, что атомов нет. Его отсылают к предварительному курсу физики и химии, в котором выясняется, что атомы есть. Вот, и вот еще раз хотел вернуться. То есть они отслеживают все активности ученика, то есть спортивные, отдыха, вот куда он отвлекся, в какой последовательности какие-то ссылки он закачивал с компьютера, выстраивают курс с учетом понимания специфики этого человека, но это чревато тем, что это, естественно, тотальная просто слежка за человеком, которая потом в их понимании прежде всего пойдет в его, ну, некий вот профиль как работника. То есть когда это все будет записано, рекорд, и работодатель будет получать, что да, он там быстро освоил, допустим, вот такие методики, которые изучал, но при этом он вот отвлекался на то-на-то, там, порно, золу, еще что-то, и все это будет записано, и от этого не уйти будет. Ну, вот такая вот опасность. То есть, опять к этим образования создается некая модель с лишкой за всеми людьми, да, там, порождение... Да, 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 то есть... Это так или это... Да, это так, да, может быть, подчас я закончу, да, это так, я так это увидел, и они, естественно, не ставят на это акцент, естественно, они говорят на эффективности такой системы обучения, да, она будет эффективна, но при этом человек будет полностью прозрачен, в его паспорт вот этого учащегося, будет включено все, что он при этом делал. И там, значит, вот Гартнера, которым я говорил год назад, когда цикл Гартнера, ажиотажа о развитых технологиях, у них есть точно так же циклы для образования, так невозможно показать, я хочу сказать, что единственное, все вот моки, о которых делают упор, они в конце цикла, то есть это значит, что через год, через два, они станут такой же обыденностью, как автомобили обычные. То есть те, кто хотел поставить на какие-то, ну, на МОК там, ну, все, это уже практически, конечно, ниша занята. То есть там можно будет, конечно, сделать что-то получше, но никого этим не шокировать. А вот то, что на подходе, это, конечно, вот эти вот системы обработки больших данных, то есть понимание того, что представляет из себя учащийся на основе тех запросов, которые он делает в процессе обучения. И, соответственно, адаптивное образование. То есть процесс, там, например, на подходе такие технологии, как вот видеокамеры, подключенные к компьютеру, и попытка оценить эмоциональное состояние учащегося во время прочтения того или иного материала. Соответственно, попытка оценить тяжело, трудно, или наоборот, он в восторге от того, что он прочитал, и подстроить подаваемый материал, что талантливый педагог обычно и делает. Он смотрит на учеников, считывает эмоции, меняет тактику преподавания, быстро понимает, что сложно, а что, наоборот, вызвало живейший интерес, и делает напор, мотивирует. Соответственно, там попытка электронным образом понять и мотивировать. Ну, подкидывать, например, материал, если увидели, что у человека заинтересовался про китостроением, про космос и какие перспективы могут быть, все, что вот с этим связано, та романтика космоса. Но сделать это автоматически. И вот все эти технологии, они Гартнером оценены в 5 лет. То есть сейчас они в процессе разработки. Ожидается, что через 5 лет они будут в процессе уже какой-то практической апробации. Ну, вот, наверное, все на этом я хотел. Потому что... На самом деле, эта система построена на некой логике, да? А логика у нас есть только в естественных новописи. А как же быть с науками, там, гуманитарными? Нет, ну, гуманитарными... Итогом вот так нельзя никуда отоскать. Нет, ну, нет. Можно ли понять, понимает ли человек, что... Булат, ты имеешь в виду преобразование гуманитарного? Нет, я имею в виду, что вот вся система, как бы, когда человек идет по некому пути образовательного процесса, и вдруг это его оценка, да? Нужно ли его куда-то отсылать, что-то он там может изучить? Ну, да. Как это можно сделать, если в смысле гуманитарных наук? Есть ли консенсус, допустим, хотя бы в этом, да? Сейчас. То есть он захочет узнать, что такое сознание, и возникнет... Нет, сознание-то лагеря. Сейчас, сейчас, давайте я скажу, потом, может, будет уточняющий вопрос, если что-то не так будет. Во-первых, я все-таки глубоко убежден, что, ну вот у нас, особенно, попытки есть сделать сложные курсы о сложных предметах. То есть тут все-таки речь идет, успешно можно сделать курс по школьным предметам, когда тема, ну или там начальных курсов университетов, когда темы, понимаемые, незапредельно сложные, когда много преподавателей, которые этому преподают, и много учеников, там, миллион, которым обучают. Потому что если это теория струн, ну какой... Нет, опять же, это все теория струн, это естественные какие-то дисциплины, а я имею в виду коммунитарную. Литературу, вот школьную литературу можно преподавать, можно прекрасно. Сейчас, 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 давайте. Значит, конечно, можно, конечно, можно, и есть вопросы, там точно так же, да, не знаю, кто такие там передвижники, да, допустим, или я не знаю, какие ключевые там... Это история. Да, фахтология, история, а сама литература? Ну, во-первых, там всегда... А в образ Карениной, там, Романе Толстого, как оценить, там, понимает человек этот образ, что это значит? Дело в том, что было осмотрение... Нет, есть какая-то концепция, разве, что это значит? Понимаешь, все равно, ну, я, во-первых, тогда сразу вот это парирую, потому что, даже если ты говоришь с человеком-преподавателем, у него точно так же есть набор концепций. Он, там, считает, что Каренина вот такая, там, в лучшем случае такая, вот, в лучшем случае такая, но никак она не шахматистка и не мастер каратэ. Да, то есть он тогда решит, что это панки, если кто-то так... Просто как бы вот как философия, у нас очень много концепций, много мнений. Ты опять философию заглубляешься? Мне кажется, что... Нет, я имею в виду, что вот это вот образование дистанционное, оно нереально там, в таких дисциплинах. Нет, была проблема точно такая же, как было сказано, что если у педагога есть свои жесткие рамки, то он все равно из них не выйдет. В данном случае у нас есть возможность, скажем, есть курс вот так, так и так. И человек может, ученик, пройтись одного интересуют больше психологические вопросы, другого фатологические, третьего с точки зрения искусства, этики, а это с точки зрения религии. Сейчас я еще один ответ, и потом выслушаю. Значит, смотрите, во-первых, нет того, что... Вот если мы на ADL, вот это вот... ADL объединяет порядка 20, может быть, даже 40 лабораторий, все это в центре в Атланте, в Соединенных Штатах. И львиная доля этих лабораторий, они не по электронике, они по когнитивной психологии. Они, соответственно, пытаются понять, как человек через электронный курс понимает материал. Соответственно, там есть как рекомендации по программистской части этого и какие стандарты, так по тому, как излагать и как оценивать. Естественно, есть некий предел, вот тот, о чем ты говоришь, да, того, что мы можем изложить. Но, с другой стороны, какие-то простые вещи, а ведь тот же ЕГЭ, насколько я понимаю, и по литературе есть, да, ведь это сабертизированный опрос, всего лишь, еще более механистичный, чем то, о чем мы говорим. Если Чехов жил в 19-м, в начале 20-го века, то легко можно спросить, жил ли Чехов в 16-м. Если человек указывает в 16-м, он даже не понимает, кто такой Чехов. Не важно, львиная доля этого экзамена связана с фактологией. Можно легко проверить фактологию, читал человек это произведение. Для этого все понятно. Хорошо, да, все, я думаю, я ответил, да, я готов. Вопрос весь в том, что школа учит не только фактом, она не только передает некий материал ученикам, да, вот передали материал. Она учит думать самостоятельно, она учит формировать какое-то собственное мнение там. То есть не просто принимать нечто и усваивать, да, а также вот те же уроки литературы, почему они, в общем, на самом деле так популярны до сих пор, да. То есть кто-то их там ненавидит в школе, да, но при этом они все равно являются каким-то центром, вот, такой, как бы, гуманитарно-такой мыслительной активности школьников. Потому что там перед ними ставят вопросы, они говорят им ответы, перед ними ставят вопросы, на которые ответа нет. Может быть, у учителя есть своя концепция, да, но хороший учитель, вот именно хороший, он, как бы, дает возможность детям найти свой ответ. Да, я с этим абсолютно согласен. Тут, естественно, речь должна быть о пределах применимости, да, это не может быть панацея, что это вообще обучит всему. Но, допустим, когда, вот, представьте, там человек талантливого родился, он где-то на Чукотке, и у него задача там обучиться дойти до какого-то уровня, да, там, допустим, хотя бы, ну, не знаю, взяли литературу, ну, хорошо, по литературе просто послушать хорошие лекции и послушать хорошие вопросы. А у него преподаватель, который, там, ну, я не знаю, не хочется углублять, да, выпил для эмоциональной зарядки, там, значит, вот, ребята, читайте учебники, я сейчас приду через, ну, вот, случилось так, да. Человек может подключиться и нормально что-то изучить на каком-то уровне набора предметов. Если он посчитал, что это ему недостаточно, он может искать более хорошего преподавателя. В изложении, опять-таки, в концепции этих авторов это не подразумевает, что электронное образование заменит всё, а подразумевает, что оно снимет с педагога рутинную часть. После этого будут, как вот в Академии Хана, да, то есть, соответственно, ребята, там, школьники, они изучают какой-то предмет, там, не знаю, ну, математику, да, там, сложение, умножение, там, интегрирование, они просмотрели, у них сложились какие-то непонятные, что-то курс не покрыл, у них, там, попросту, четыре занятия они делают в электронном варианте, на пятом они встречаются и задают вопросы. Что важно, например, вот в той же Академии Хана вскрылось, что те ребята, которые были отстающими в классе, а зачастую это было связано с тем, что они не очень внимательные, там, отвлеклись, допустим, или не успевают конспектировать, то, что говорит преподаватель, имея доступ к электронному такому образованию, он может повторить, и оказалось, что на, по крайней мере, те, что были троечниками, они резко подтянули свои оценки, и даже отличниками оказались немножко другие, потому что им требуется больше времени на усвоение, но после усвоения их понимание глубже, чем у тех, кто схватывает, допустим, правую фотографическую память. Вопрос, а были отличники, которые стали троечниками после этого? Там я этого не видел, нет, ну я просто тоже так достаточно бегло там посмотрел, они заостряли на том моменте, что более продвинутые пятерышники вырвались те, кто был отстающими. Ну, не все, естественно, не все, да, просто из группы по-настоящему отстающих оказались те, кто реально талантлив, но просто не успевает с тем быстрым ритмом, который задают обычно в классе педагоги. У нас еще есть вопрос дисциплины, на самом деле. Трудно себя организовать? Да, нет, нет, это ни в коей мере не панацея, но, например, на курс интеллектуальных систем в Стэнфорде записано больше миллиона человек. Они говорят, что, конечно, простые курсы больше людей проходят, сложные проходят меньше, но вот в практическом, для педагогов это прежде всего будет означать, конечно, массовую безработицу, для посредственных педагогов, да, которые не готовы вносить в образование и в предмет то, что лежит за рамками учебника. И второе, это, условно говоря, для белых стран, это означает массовый приток хорошо образованных людей из Африки и из Азии. То есть те, кто родился уже талантливым, но не мог проявить себя, потому что не было изначально доступа к достаточному уровню образованию, и теперь могут получить его как на бесплатных, так и на достаточно дешевых курсах и выйти просто, ну, составить конкуренцию как просто в миропонимании, так и просто в виде квалифицированной рабочей силы уже массово. То есть это проблема, конечно, та, которая ждет Европу и Америку прежде всего, но это, так сказать, достаточно философский вызов с тем, что им придется, ну, брать следующую планку, для того, чтобы оставаться на плаву. Хорошо, вопрос тогда такой. А не кажется ли, что, ну, сейчас и так достаточно возможностей для самообразования? И, может быть, скажем, если мы говорим про такие простые вещи, как теорема Пифагора, в общем, про все те вещи, которые нужно просто усвоить как некий набор знаний. За этим можно спокойно зайти в самый обычный интернет, легко добыть там самые простейшие учебники и точно так же, так сказать, это все изучить. И вопрос школы или, допустим, колледжа какого-то, это вопрос институции, действительно. Это и дисциплина, это и коллектив, да, где присутствует определенная конкуренция даже, да, определенное, как бы, взаимодействие влияние и так далее, социализация. То есть, не получается ли, что это, что, в общем, потребности-то в этом такой большой, не то чтобы нет, но... Нет, на самом деле вопрос же еще о дипломах. И бумажки, и какашки. А, здесь как бы, здесь, здесь может быть, есть аттестация последующая. Да, аттестация там в нормальных местах, естественно, есть. И, соответственно, этот курс, если он, опять, он должен себя проявить, как тот, который выдает адекватную аттестацию. Ну, в большинстве курсов там есть аттестация. Вот вопрос необходимости, он очень своеобразный. Да, имеет ли смысл, допустим, нам печатать дополнительные учебники по математике, если у нас есть замечательный Демидович, да, Ильф Сингольц. Он очень такой, я еще раз, то есть, там есть, вот, когда все это рассматривается, выставляется несколько ключевых позитивных сторон вот этого образования. То есть, во-первых, не все могут посещать школу, не все, ну, школу, условно, да, и высшую школу. Не все успевают в том режиме, я вот помню сам на физфаке, ужасная вещь, если ты выпал из конспектирования лекции, то попасть потом в ключ этой темы вообще практически невозможно, потому что лекция уникальна, в книжке этого нету, если ты будешь говорить по книжке, тебе скажут, что ты, в общем... Есть же одна группница всегда, в которой ты берешь конспект, серокопируешь его, посреди меня, сканируешь его. Нет, вот Игорь похивает, потому что ксероксов тогда не было, сейчас есть, но неважно, да? Сейчас, сейчас, подождите, подождите, давайте я сейчас изложу просто до конца вот все эти темы. И вот такое образование позволяет человеку самому задать свой ритм. И второй момент, все-таки он ключевой, а для России, например, это принципиальный момент. То есть в глубинке уровень преподавания, я абсолютно в этом уверен, если раньше в советские времена он вытягивался, сейчас он сильно отстает. Да, я там готов признать, что есть какие-то замечательные преподаватели в глубинке и хороший уровень образования, но в целом такого нету. Я думаю, что это не только для России. То есть для, так скажем, чем страна менее развита, тем для нее больше характерен разрыв между образованием в центральном университете, в столичном, и образованием буквально за пределами столичного города. Вот для всех, и я думаю, что те же Соединенные Штаты не исключение. Вот для всех такого рода талантливых ребят, кто оказывается в ситуации, что рядом нету педагога, а он, может быть, педагог нужен специфический, допустим, не по математике, а по робототехнике, или по электронике, или по психологии. В этом городе нет. А он сам этот парень знает, как это значит? Ну, он сам знает, вот хочу. Я хотел, кстати, задать вопрос. Вот это самое. Тестирование, отбор, как бы, профилированный учебник. Это же более важный вопрос. Правильно задать направление. Я тот же вопрос реформирую, потому что у меня есть. Значит, пока то, как я вижу, там есть следующее. То есть, хочу вот такой путь. Откуда это берется? Ну, не важно. Нет, это важно. Потому что учитель, как бы, он не просто, он, как бы, зарождает в тебе вот эти интересы, он в тебя вкладывает, как бы, какие-то, он тебе подкидывает именно... Да, я думаю, что это вопрос за пределами темы, потому что вопрос... Нет, вопрос этот не за пределами темы. Нет. Изначально, допустим, более важно, на самом деле, не обучить человека, а задать ему правильное направление. Ну, ему, может быть, надо дворником быть, и он будет всю жизнь счастлив. Ему не нужно высшее образование, занимать это работа, деньги и прочее. А другому, может быть, он хочет, например, пойти, не знаю, там, программирование, а на самом деле, как бы, у него все его способности делают. Другому, да, может, он физиком у нас. Здесь тема начинается, когда человек уже знает, я хочу это. Да, да, я думаю, что... Это проблема уже... Это главная... Нет, на самом деле, это вообще плохая ситуация, когда человек говорит, я хочу это, и это получает. Тут вопрос же... Вопрос же... Сейчас, нет, сейчас, сейчас, смотрите, сейчас, давайте вы много говорите, я, наверное, если ко мне вопросы, я могу отвечать. Тут же вопрос не выбора жизненного пути. Я имею в виду то, о чем я хотел рассказать, потому что это отдельный, мощный, философский вопрос. Выбор жизненного пути. То есть, мы продаем просто... Я хотел рассказать только о том, в какую сторону движется система образования. Только об этом. То, как она подвигает, куда она мотивирует, я не готов был касаться, потому что это, на мой взгляд, прежде всего, культурологически. Говорят же, что, вот они же сами, американцы, говорят, что в мире через 50 лет останется 40 университетов. Да. Так уже вот 5. Только 5 проводят, да, и они влияют на 30% американских студентов. Да, ну в мире, в смысле. Многие из них, я знаю, готовят курсы уже на русском языке. Да, да, да. И если мы не возьмемся, вот в целом, я просто вот эту же презентацию читал на одном тут совещании с ректорами, так оказалось, проректорами. И, в общем, не все были даже готовы это услышать, как ни странно. И это говорит просто о том, как сказать, какие мысли крутятся в головах. То есть там вопросы обсуждались очень странные, как представить, например, для студентов трехмерный интеграл в виде двухмерного, потому что они уже не способны представить интеграл в трехмерном, трехмерный интеграл, да, по объему. И трехмерное пространство, из-за того, что они работают на плоских планшетах, для них некое уже зазеркалье. Что для меня странно, кажется, я уточнил вопрос, они говорят, 90% не могут представить трехмерную фигуру и начать ее вращать в своем представлении. И это то, что их беспокоит. Но вот эта тема, да, она ведь если не возьмется... Немного странно, действительно, потому что большинство этих школьников, они играют в компьютерные игры, они делают 3D-модельки для своих компьютерных игр, они там все подкованы в 3D-максе, вот там поколение моложе моего, они там все просто... Ну, видимо, не так, видимо, все не так. То есть, я думаю, что те, кто подкованы, у них этих проблем нет, но, видимо, их процент не так велик. И вот правильно вот тут сказали, на русском уже читают, то есть мы просто столкнемся с тем, что сами эти модули будут подготовлены уже американцам, да, и они, естественно, там, если это по математике еще хорошо, но они могут быть там занижены, то как раз по истории это может быть плохо, потому что они будут изложены так, как им это нужно. Ну, это такая уже тоже философская проблема. Ну, на самом деле, я еще... Ну, все, все, давайте теперь свободные вопросы. Я все, тему я думаю, что можем просто пообсуждать, потому что... Олег Михайлович, он, там, является, как говорится, является преподавателем о философии, и я записывал его курсы, и после того, как все записал, в общем-то, у меня сложилось впечатление, что больше Олега Михайловича не нужен. И на его лекции, как я потом спрашивал, стало меньше приходить студентам. А зачем? В общем-то, как бы, получается, теперь можно... Министично. Он эти курсы читал, там, и с года в год, там, на протяжении, ну, как бы, отточил уже, у него там все уже как-то по полочкам отложено. Получается, что не только плохие преподаватели будут не нужны, вообще никакие. Так может, ему... Если однажды удастся вдруг, как бы, да весь совокупный, ну, какой-то там, по крайней мере, такая основную часть знания, как бы, да, она читает. Вообще, когда преподаватели тратят на них деньги, там, да. Ну, как ты сам сказал, основную часть, а другую-то часть... Ну, только там и останется чуть-чуть. Ну, будет прочитать другой курс лекции. Ну, и получается, что, как бы, для того, чтобы выйти на плаву, надо будет каждый раз что-то новое говорить, да? Что-то каждый раз выдумывать новое. Много ли можно нового? 100 у нас меньше, да. Философии. Много ли там можно что-то нового? 100 у нас меньше будет преподавателей. Да не 100 у нас. Я подозреваю, что вообще на каком-то этапе приедете, приедете, приедете... Нет, нет, ну, знаете, все равно будет развиваться. Конечно, преподаватели будут потом. Не все вопросы, это вот там, и я просто уверен, это подчеркивает, что не все вопросы можно вложить в этот курс. Особенно есть сложные вопросы, которые вложить невозможно. Их можно только в процессе дискуссии. Как электронной системе вопрос-то задать? Нет, ну, там можно, там есть, так сказать, опять они сейчас это строится. Преподаватели вуза будут реальные специальности, типа Тубочиста. Тубочиста же тоже есть такая специальность. Ну, есть... Я, например, ни одного не видел. Есть куча вещей. То есть, прежде всего, например, ведь мы сейчас говорим об университетском образовании, а сами вот эти вот образованные системы, они зародились еще в 60-е годы. И кого обучали? Операторов авармонных электростанций, пилотов. Да, как обучали? В принципе, достаточно хорошо. Чего там спрашивать? Нечего там спрашивать. Он должен научиться правильно реагировать, двигать датчики. Да, то есть не все предметы такие вот философского плана. Некоторые предметы очень наглядные. И очень такие вот... Ставь гвоздь так, бей так. Вот этим предметом сделать... И зачем преподаватель для этого? Программа их излишне. Достаточно иметь там 10 мастеров, которые правильно до сих пор как бы умеют делать, да, там превзошли даже этот электронный курс, могут что-то внести. А преподавателям столько не надо. Или по вождению, например. Зачем только преподавать? Вот я сам, да, когда учился водить, я ходил, но при этом я пользовался дополнительно электронной такой вот там системой. Она не самая охранная такая была. Но, честно говоря, я думаю, что 50 на 50, 50 дал преподаватель живой, 50 это система. Ещё как-то один вопрос, да? Он связан вот это... В методологии науки есть такая тема, называется «Неявное знание». Полу не развивает. Он считает, что на самом деле невозможно. То есть знание не есть информация, которую можно вот так взять и передать. А знание – это нечто другое, что рождается в некой совокупной деятельности у учителя и у ученика. И в такой системе формальной, где преподавание ведётся, в неком, как своего рода, игре формальной информации, выдавая тебе информацию и узнавая, усвоил ты информацию или нет, возможно, не будет того, что называется образование, то есть формирование человека. А будет нечто другое. То есть даже назвать образование нельзя, потому что изначально образование буквально означает некого рода формирование, образование, в смысле образа, да? Это создание человека. Но операторы атомной станции так и формируют, чтобы он в этих ситуациях действовал так. Есть некие формальные стороны. Например, у учения программирования, я думаю, там есть просто формальная сторона, которая достаточно информативна, чтобы ей обучиться. Но есть очень много, даже физики, знаний, которого, мне кажется, вот так вот чисто формально не передают. Но тут я могу первое сказать, что, несомненно, все равно останется какая-то часть, она не будет полностью вытесняться. Это явное знание, которое передается как-то непонятно. Тут будет знание для всех, вот эти курсы, и это уже хорошо. Потому что сейчас, допустим, у этих людей и этого нет. Говоря про Африку и Азию, у них и этого нет. И знания... А интернет у них есть? Это похоже на фабричное производство. Какой-то один человек, он умел делать... А ты знаешь, что советская школа давала? А сейчас штампуют. А что в советской школе решали квадратное уравнение, штамповали? Вот сейчас я тут был, там люди тестировали. Вот мы штамповали, а я когда на физфак поступал, я в уме решал корни квадратного уравнения, в уме вычислял. И все, калькулятор не надо было. Сейчас вот тест давал человек, говорит 80%, ну у него тест там квадратное уравнение, там еще найти, ну все в таком же несколько задач. 80% поступивших и сдавших ЕГЭ на хороший балл не могут просто решить квадратное уравнение, просто данное ему как задача. Штамповали? Штамповали. Эффект был? Какой-то был. То есть тут никто не говорит, что это фанацея. И второй момент очень важный, что процесс неостановим, то есть эти курсы будут... Опять, вот у человека нет учителя или учителя его недостаточной квалификации, он обратится к этому курсу. Обратится, обратится, получит, да, вот и получит. Если он не может получить, если учитель недостаточно хороший, так он ему точно так же не даст вот этих вот неформальных знаний науки, как не даст ему этот онлайн-курс. Но он, по крайней мере, получит хорошее фатологическое знание, может быть, обратится к хорошему учителю, который даст ему неформальную концепцию. А потом эта некорральная концепция, естественно, передается, он же, ну, будет часть с компьютером работать, часть в живом коллективе. В коллективе он это получит. И самое важное, что я считаю, что это очередного рода революция. Это очередного рода отчуждение человека. Подожди, подожди, не перебивай, не перебивай. То есть это очередного рода революция. Вот смотри, вот если ты хочешь по-настоящему не отчуждения, а отождества собственной сущностью, то тебе нужно ехать в Кению, там мужики пасут с хворостиной коров. Они полностью торжественные. Если там появляется лев, у них есть такая любимка. Сейчас, сейчас, подожди, дайте я закончу. Вот, у них есть, значит... А зачем нам нужны ребята из Кении, если есть компьютеры, роботы? Вот смотри, просто ты вопрос задаешь, которого нет ответа. В процессе уже письменность не жила. В процессе формирования таких людей. Я скажу, зачем они нужны, такие люди, роботизированные? Может быть, нам создать просто систему, роботы? Они требуют питания. Подожди, Булат, подожди, ты задаешь вопрос без ответа. Ты вот сам уже продукт серьезного отчуждения от естества и пытаешься сейчас еще чему-то противиться. Так это хорошо, что он задает такие вопросы? Нет, я хочу, он просто... Сидема такая, на такие вопросы не ответит. Они дают договорить и начинают перебивать, вот что плохо. Так вот, мы в процессе отчуждения непрерывном, это очередная ступень этого отчуждения. Мы можем говорить, что это плохо, мы можем говорить, что это хорошо, но это процесс, который будет происходить. Где конец и остановка, знать нам не дано, особенно вот даже за сто лет мы не можем предсказать. Но мы можем подготовить... То есть прогресс это одна... Послушай, мы можем к этому подготовиться только... Она тебя будет вытеснять, вот нет прогресса в Афганистане, вот поедешь туда... Правильно, они счастливы, счастливы... Африканцы там... Ну это хороший... Ну а ты чего сидишь тут? А ты почему не там? Сидишь на хорошем диване, сидишь перед видеокамерой. Ну ты вот счастлив тут? Да. Ну и зачем тогда? Ну и чего ты нас слушаешь? Нет, просто есть сомнения, есть сомнения в том, что как бы это действительно везде и всюду. Вот скажем там, люди, которые занимаются наукой, да, которые идут дальше в научную деятельность, которые не просто там изучают теорию относительности Эйнштейна, которые дальше должны творчески там работать. Они идут к научному руководителю, который как бы обозревает вообще как бы, что происходит на данный момент в этой области, который знакомит их с людьми, который говорит им, что есть такие задачи, есть такие, вот, и так далее. Вот, то есть реальное, не автоматическое вот это вот обучение с как бы с дальнейшим автоматическим действием, а такое творческое обучение с дальнейшим творческим действием, оно все равно кажется... Может, а школы останутся и будут действовать, да? Конечно, они просто форму изменят, то есть это не будет там как платоники, которые сидели там и беседовали под деревом. Гулат Иванович, Гулат, первое отчуждение было, когда появился язык, потом, когда появилась письма, потом, когда стали книги печатать, потом, когда появилось телевидение, потом компьютер... Нет, нет, когда появился язык, не было отчуждения, потому что не было слова отчуждения. Ну, понятно, понятно. От естества животного Чувствия Животного естества Тут еще можно что сказать По поводу живого учителя Для многих он действительно Является каким-то стимулирующим фактором Он может заинтересовать Не тем, как он преподает А тем, кто он Какая-нибудь студентка гуманитарного вуза Влюбляется в преподаватель Начинает поэтому изучать свой предмет Это реальная история, которая в волну Потом это проходит Примерно остается, а преподаватель уходит Да, примерно так На самом деле мы сбрасываем это со счетов Давайте Игоря послушаем Восточная практика А без учителя считается, что невозможно Ничего самому додействовать А чему они там учат? Они не учат, разговаривают Давайте слово Игорю Как преподавателю Которого вытесняют Вопрос у меня еще был Вопрос А в чем вы видите специфику Дистанционного обучения сейчас От того, что было в Советском Союзе Завученное обучение в тех же институтах В скорости прежде всего Потому что это моментально В качестве ответа В масштабности В стоимости В технологии В стоимости Да, прежде всего То есть я вот помню Я в школе У меня был там Я брал курс Один по почте То есть ты вот там Решаешь задачи Отвечаешь Там переписываешься Ну это безумно Утомительно Конечно было И Да Это все то же самое Просто удобнее А как к этому добавить Практические занятия Практические дисциплины Нет Во-первых Нет Если так говорить У них там есть Куча всяких Виртуальных лабораторий Там люди Учат даже на станке Работать Там Не знаю Есть куча Вот для автослесаря Естественно Это не заменит Отвертки Но какой-то Первый подход Можно изучить И я видел это Потом Потом там есть Сейчас вот Всякие вещи С этими перчатками Когда они даже Могут предметы Почувствовать В руках Как он это делает На мой взгляд Это конечно Извращение Но опять Если это ускоряет И удешевляет Почему нет Ну как авиасимулятор Как авиасимулятор Ты не можешь Самолет разбивать В такой интенсивности Какой ты можешь делать На авиасимуляторе Конечно Или не можешь Столько людей Перерезать Как хирурги Тамарь, печень Мне нравится Так ну что Игорь Реплика Да С одной стороны Да Процесс Описывается Понятный Большинство Вопросов Которые Звучали По моему Направлены На то Чтобы указать Что есть Разница Между Обучением Как передачи Некоторых Некоторой Информации И обучением Как подготовкой Ученого Вот подготовки Ученого Как ученого Это абсолютно Не научное Как бы Дело То есть Это Это и никогда Не было Каким-то Формализованным Научным Процессом Ну я не знаю Сейчас Уже не помню Фамилию Почтенного Академика Процессора Который Был Учеником Старшего Капица И вот Он рассказывал Как происходило Его обучение В аспирантуре Вот под руководством Капица Он говорит Я приходил К нему домой Он мне выдавал С полки Книжку Которая не касалась Физики Вообще А которая Например Была Там О схоластике Или там О особенностях Поэзии Богатого Выдавал Мне и говорю Значит так Прочитаешь Потом мне Перескажешь И обсудим Вот И Вот в таких Вот их Отвлеченных От научных Занятий Беседок Проходило Становление Личности Ученого Который Потом Вооруживший Всем багажом Техническим Который Он приобрел Дальше Рванул В науку И все Было Притрасно Вот Конечно Вот этого Воспроизводства Никакая Дистанционная Форма Пока По крайней мере Даже на горизонте Нет Чтобы она Могла Предоставить Вот Но Многое Остального Она Может Делать И в том числе Кстати Булат Это Они могут Делать И в гуманитарных Дисциплинах В философии Конечно Сложнее Всего Это Как бы Слишком Крайний Пример Но Если Взять Не такой Ратикальный А там Скажем Просто Умение Писать На Английском Языке Вот Это Между прочим Большое Сложное Дело Которому Ну вот Нет Способа Так же Надежно Учить Как физики Там Формул Нет Там У тебя Никакого Такого Вспомогательных Систем Нет И тем Не менее Вот Эти Моки Там С участием 50 тысяч 100 тысяч За один раз Благополучно Работают Люди Пишут Люди Проверяют И Что самое Конечно В данном Случае Сложное Не то Чтобы записать Лекции Это Как раз Фигня Это Вообще Низельная Часть Работы Чтобы Подобрать Материал Записать Его Рассказать На камеру То есть ерунда Это делается Быстро Что я так понимаю Занимает Больше всего Времени Это Создать Систему Контроля Вот Продумать Систему Контроля Чтобы Она Работала С минимальным Вмешательством Живого Человека Совсем Без Вмешательства Не может Он еще Нужен Но С минимальным Вмешательством Вот это Вот Это Настоящее Как бы Поле Где происходит А меня Еще Сильно Заинтересовала Вот Эта Часть В докладе Когда Говорится о том Что Системы Обучения Начинают Вбирать В себя Представления О других Активностях Студенческих Да То есть Это Тоже Это Просто Мне Совсем Неизвестно Про это Ничего Это Делается Как Это Делается Каким Автоматическим Образом Или Это Все Таки Там Человек Должен Заполнять Какие Анкеты Нет Нет Это Каким Автоматическим Образом Делается Да У них Это Учтено Я Не Влезал Потому Что Когда Они Выслали Стандарты Я Попросил Тысяча Страниц Надо Читать Но В целом Это Автоматическое Уже То есть Я думаю Что Прежде Всего Это Может Быть По Ссылкам Дальше Это Может Быть Через Видео И Регистрацию Но Просто При Подключении К Допустим Вот Этой Образовательной Системе Виртуальном Университете Он Говорит А я Еще Курс Бега Допустим Может Я Допускаю Как Это Должно Быть Датчик Записывает И Они Пытаются Анализировать Допустим Лучше Человек Берующий Курс Бега Усваивает Квантовую Механику Или Наоборот Хуже Или В каком Ритме Бега Потому Что У них В чем Специфика У них Накопленные Достаточно Точные Данные Будут О Миллионах Студентов Ученые Что-то Там Доказали Нет Нет Это На то Не похоже Сейчас Происходит Насколько Понимаю Сейчас Происходит Накопление Собственно Говоря Статистик Да Вот И Это Уже Дает Неочевидные И Классные Результаты И Чем Дальше Тем Мы Можем Представить Что Это Будет Еще Более Полезный Результат Он же Отчуда Ну Тем Что Допустим Вот Придет Вот Вы Скажете Я хочу Что-то Изучать А Они Скажут Вы знаете Вы Вот Тут Стометров Пробежали Мы Знаем Что У вас Мозг Недостаточно Снабжается Кроме Что Вы Это Освоили Вам Лучше Чем Другим Заняться Ну Это На самом Деле В Западных Университетах Было Всегда Вот Например Когда Господин Хайзегер Учился На Богословском Факультете А почему Он там Учился Потому Что Ему Дали Стипендию Потому Что Церковь Оплачивает Обучение Священников И Там Был Что Называется One Condition У Этого Кандидата Должно Быть Нормальное Здоровье Поэтому Занятие Спортом Это Было Неофициальное Но Обязательное Условие Поэтому Он Как Миленький Играл В футбольной Команде Университета Бегал За мячиком Высуни Язык И Все Было Нормально Вот И Сейчас В сущности То же Самое Кипич Вит Сбоку Только Уже Цифровая Техника За тобой Следить Не Человек Ставит Галочку В Какой Анкете Что Да Кандидат Там Играет Футбол И Значит Он По всей Видимости Вполне Здоров Сейчас Это Просто Делается Этим Способом Что С твоего Фитнес Трекера Анализируется Общая Статистика И говорится Ну да Чувак Вполне Здоров Или Наоборот Фитнес Трекер В конце Концов И Вернее Его Статистика Покажет Что У тебя Есть Какие То Проблемы У них Поражает Вы Так Обсуждаете Человек Некий Функциональный Прибор Как Он Работает Что Я понимаю Но Образование Нацелено Чтобы Человека Сделать Нечко Человек Из которого Потом Может Было Высосать Мозги Нет Почему Сейчас О чем Шла Речь Только О том Что Сделать Систему Образования Более Специализированной Более Гибкой И Более Дешевой Только Кажется Что Средство Никак На самом Деле Не А я Этого И не Говорил А я Не Говорил Но Ты Ты Делаешь Из Этого Вывод Что Уже Все Нас Уже Закопали И Похоронили Из Этого Вывод Что Если Средств То есть Внутри Средств Человек Есть Функциональное Существо Которое Нужно Дрессировать Как И На выходе Получится Дрессированное Существо Нет Это Недрессированное Ты Простые Вещи Отказываешься Понимать Ну Смотри Вот Ты Что Хочешь Сказать Что Вот Сбор Статистики Например О состоянии Твоего Здоровья Унижает Тебя Как Человека Или Делает Тебя Роботов Нет По Крайне Надо У меня Разрешение Спросить Ну А Это Притужу Спросили Ты Сказал Да Интересно Мне Интересно Если Все Образование Пойдет То Будут У меня Спрашивать Либо Ты Входишь В эту Систему Образования И Соглашаешься Как Назов Подписываешься Либо Нет Хорошо Ты Отверь На Простой Вопрос Что Время 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 Человеку Это Образование Я могу Сказать В чем Вред Что Плохого Случится Могу Сказать Ты Не Знаешь Хорошо Я Знаю Мне Мне Главный Вред В том Такой Философский Принципиальный Вред В том Что Человек Получает То Что Он Запросил То Это Действительно Ты Говоришь Это Не Путь Становления Ученого Мне Кажется Это Вообще Не Путь Становления Влад Говорит Не Путь Образования То Это Путь Который Ведет Туда Куда Ты Уже Знаешь Куда Он Тебе Ведет Если Уже Знаешь Куда Он Тебе Приведет Я Хочу Знать Квантовую Механику Ну Окей Ты Узнаешь Но Настоящий Путь Он Ведет Тебя Туда Куда Ты Не Ожидаешь Куда Он Тебе Ведет Понимаешь Человек Поступает На философский Факультет Ты думаешь Он Знает Во что Он Ввязался Или Допустим На физфакт Никогда Не Знает Этот Школь В итоге Его Уводят Куда То Совершенно В другую Сторон Это Проблема Но Она Решается В рабочем Порядке Потому Что Смотри В чем Трагедия Если Человек Записался На Курсы По Квантовой Механике В чем Трагедия Ты Говоришь Трагедия Что Это Его Предназначение Я Образ Трагедия Нет Нет В том Что Понятие Образование Сузится Неизбежным Образом До Такого Функционального Получения Того Что Ты Хочешь Это 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 Экспансия Потребительского Общества Да В чем Ужас Этой Ситуации Это Неизбежно Как Везде Это Очередная Область Экспансии Я Не Закрошу Ужас Антон У нас Стоит Выбор Либо Сто Людям Молодым Человекам Которые Вообще Не имеют Доступ К образованию Дать Этот Доступ Либо Один Два Ошибется Нет Ради Того Что Один Два Ошибется Мы Этим Старик И Тысяча Не Дадим И Булату Отвечу Давайте Булат Мы Еще И Книжки Выкинем Все Вы Клицей У Костр Я Не Понял Я Не А О чем Ты Говоришь О Перспективе Говорится Какая Перспективе Что Все Вытеснется Вытеснется Извозчик И Таксист На Машине Они Действительно Заменяют Друг Друг Потому Что Выполняют Одно И Тоже Просто Разными Техническими Средствами Вот Эта Система Не Выполняет То Что Выполняет Образование Обычное Школьное Университетское Она Делает Что Другое Она Действительно Очень Похожа На Эти Системы Обучения На Атомный Стан Антипилотов То Не Но Тут Я Частично Готов Согласиться Конечно Там Элемент Общения Снижает Но Во-первых Сейчас Влад Подожди Можно я Вот так Говорю Чтобы Не Перекрикивать Во-первых Там Включается Ну вот Сейчас же люди Чатятся И это Опять Неизбежно Отключает Это Общение Отключает Ну Идешь Все Только В этих Планшетах Смс Вайбер Там Все Остальное Меняет Содержание Меняет Средства Общения И способ Изменения Эти Неизбежны Да Как Там В 19 веке Писали Письма Дорогая Моя И Любимая Как я Тебе Думаю Значит Находясь Там За 300 Километров Сейчас Что Там Позвонил Или Съездил На машине Никакой Вопрос Все Меняется Это Средство Которое Развивается Как Учащиеся Будут Меняться Так Будет Меняться И Средство Оно Будет Дополняться Все Так В самом Начале Мы Сейчас Обсуждаем Как Это То же Самое В начале 20 века Обсуждали Машины Фу Они Воняют Фу Они Шумные Лошади От них Шарахаются Теперь Лошадей То нет Которые От них Шарахаются И Всегда Ни Ездят Тут Пример Та Же История То Та Они Того Не Дают Они Не Дают Живого Общения Они Не Очень Быстро И Адекватно Реагируют На Тонкие Сложности Но Они Имеют Те Плюсы Остальные Подчеркивали Я Еще раз Причеркну Люди Лишенные Даже Такого Уровня Образования Могут Его Теперь Легко Получить Люди Которые Имеют Доступ К Более Качественным Если Человек Живет Рядом С Кембриджем И У него Есть В кармане 2 Миллиона Долларов То Он Может Что Что Ему Не Очень Интересно Обучиться Через Эту Систему А Что Более Интересно И Более Африки Смогут Понять Что Атомы Существуют Понять Если У них Есть Интернет Через Который Они Не Понимают А С Какой Стать Они Начнут Пользоваться Этой Системой Там Процесс Понимаешь Сейчас У них Есть Интернет Но По Интернету Контент Какой Фейсбук И Порно На Сам Деле Все В Интернете Есть Сейчас Это Холастик Сейчас Я Договорю А в Африканцах Это какая-то Лукавая Забота В том же Контакте Это Знаете На что Похоже Давайте Распространим Наше Знание Англоязычное Везде Все Будут Все Будет Как У нас Стандарты Будут Наши Стандарты Вот Булат Ты Очень Хорошо Тему Поднял Потому Что Когда Я делал Визуальные Презентации Просто Мы Сейчас Достаточно Странные Вещи Обсуждаем А я Все Это Говорил Людям Которые Более Представление Нет Не более Приземленные Они просто Более Хорошо Знакомы С онлайн Обучением И знают Его Плюсы И минусы А фокус В том Что Вот Этот Консорциум Из 20 Лабораторий Которые Пентагону Спонсируется Он Готовит Реально Образовательную Машину Которая Если Мы Не будем Готовы Она Просто Очень Быстро Накроет Всех Вот Как они накрыли Сериалами Как они накрыли Всех Пропагандой Да Отработанной Методикой Точно так же Они накроют Всех Отработанной Методикой Образования Если В техническом А наверняка Там Мега Технического Не будет Доводиться Зато Будет Доводиться Что-то В гуманитарной Сфере Что нам Не очень Нужно Но Опять Бежать От этого Будет Бессмысленно Потому Что Все Будут Только Так И Образовываться То есть Если Мы Не будем Готовы В разных Аспектах Сейчас И В техническом И В моральном И Духовном Каком-то Понимании Того Что Это Все-таки Средство А не Панацея То Массово Солкнется Средство Ну Все Я готов Я могу сказать Что Почему-то Постоянно Ручит Одна и Та же Тема Что Путь Прогресс Он Один Такой Путь Я Не понимаю Неизбежен Надо Сгоры И Все Ничего Типа Не Поделать А Что-то Мне Это Странно Потому Что Даже Техника Развивается Многими Путями Этих Путей Всегда Много И Так В Образовании Я Не думаю Что Нам Надо Что-то Такого Особо Готовиться Защищаться Чего У нас Что-то Другой Путь Сам Сформируется И Сам Будут Себя Защищать Для Этого Не Мне Мне Кажется Я Не Специальные Действия Делаю Сложный Вопрос Завод Дожди Рассказал Человек Который Я 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 Теоретически Теоретически Конечно Есть Разные Пути А Практически У тех И Еще Другие Пути Мне Интересно Языков Много Стран Много Людей Разных Много Много Путь Почему-то Один Автомобили Внутреннего Сгорания Почему-то Придумали Давайте Не Будем Развитие Техники И То На Развитие Техники Разные Пути Один Путь Отмирает Другой Выигрывает Есть Какая-то Конкуренция Разные Процессы Разные Девайсы Я К сожалению Забыл Как Имя Сергей Сергей Рассказал О том Пути Который Ему Сейчас Представляется Наиболее Перспективным Он Не Говорит Что Все Будут Будет Один Теремит Ну Что Должны Критиковать Правильно Он Говорит Перспективный Путь Может Быть Но Нет Это Путь Один Он Угрожает Нам Заместить Все У Нас Как Мы Точно Такие Же Вольются В Эти Стандарты Точно Такими Же Станем Автоматами Как На Западе Что Еще Один Что Еще Дин Сказали Как Ты Помнишь Дворянское Образование В 18 19 Веке Было Штучным Продуктом Оно Достигалось Тем Способом Что Приглашались Домашние Учителя Которые Обучали Вот Конкретно Взятого Ребенка Или Двух Трех Ребенков При Мудрости Всем Которые Необходимы Математике Физике Географии Языкам И так Добро Прекрасно Был способ Учения Сейчас Все То же Самое Как У кого Есть Деньги Они Обучаются Отдельно Нет Подожди Это Образование Массовое Есть Массовое Образование Есть Элитное Образование Не надо Путать Это Для Массового Употребления Элитное Образование Не существует Потому что Та же Самая Элита Учится В И Самых Университетах Которые Абсолютно Массовое И Общедоступны И Все Учения Когда-то Рассказывал Как Я Просто Портологию Не знаю Но Я Запомнил Что Все Таки Там Есть Какая-то Пирамиды Образование Да Несомненно А Не Так Что Есть Просто Массовое Образование Что Есть На Самом Деле Все Такие Элитное Образование Подготавливают Конкретных Людей Под Конкретных Задач А Есть Массовое Образование Это Удаленное Образование Всегда Будет Только Массовое Условно Как Фабрика Производит Продукты Для Массового Употребления А Есть Элитные Какие-то Хендмейд Сделаны Оказывается Все Понимают А что Ты На Вальку Валяешь Нет Я Тебе Возражаю Есть Какой-то Творец Образование Это Было Всегда И Будет Никак Никуда Не Денется Окей Это Был Пример К Про То И Речь Что Самым Массовым По Количеству По Количеству Будет Вот Этот Путь О Который Рассказан Означает Ли Это Что Остальные Виды Образования Вымрут Нет И Это Все Говорят Сергей Говорит Я Говорю Все Говорят Что Ты Цепился Что Мы Нужно Бояться Бояться Боишься Вот Сказал Докладчик Говорит Что Нам Надо Что Готовиться Бояться Бояться Вы Должны Это Противоставить Своё И Свои Курсы Иметь Вот И Все Зачем Противоставить Надо Участвовать Да И Вот Почему Бояться Я Хотел Как раз Сказать Что Будет Элитно Потому Что Нет Я Точно Не Боюсь Ничего Потому Что Понимать что кроме вот этого онлайн, вот как раз надо понимать, бояться того, что было бы большой ошибкой, думать, что онлайн даст всё, а надо понимать, что за его пределами есть и элитная часть образования, которую он всё-таки не покроет. И вот после получения и выжимки из него всего, не надо упускать, что элитную часть, надо получать тет-а-тет. Вот это вот я хотел сказать. А, нет, это все понимают. Вот и второе, это, конечно, проблема для системы образования в целом, потому что она будет порушена и выброшена за ненадобностью. Это афина, конечно. Почему она будет выброшена за ненадобностью? За ненадобностью. Как лошади. Почему боятся? Потому что, так сказать, будут нам навязывать те идеологические установки, которые выгодны определённым людям, которые держат эту систему образования. Какие плохие будут на данный момент? А мы знаем, что? Хороший! Он содержит его? Нет, нет, нет. Это же и гуманитарное знание будет. Эти жлодеи им ответить. Так нет, актуальтовая механика за звёздно-полосатый флаг. Это же не серьёзно просто. Ну почему ничего не серьёзного? Почему критерий? Почему есть критерий? Критерий? Ты говоришь, что вот тебе навязывают. Что тебе навязывают? Критерий. Клантую механику. Да. То же самое. Своё какое-то понимание. Своё какое-то понимание. Знаете, что всё это одинаковое? Знаете, что всё это одинаковое? Почему? Потому что они все американские. Наверное, может сразу говорить о сотрудничестве, о кооперации. Те, кто проигрывает. Может будем сотрудничать? Даёшь американские электроны. По-моему, это позитивная нота. Да. Так, давайте. Надо хлопнуть только под конец.